ДУКАСКОПИ ТВ Ваша карьера напрямую связана с оппозиционной партией социал-демократов Бразилии. Хотелось бы узнать, во что вы непосредственно думаете в отношении итогов президентских выборов в Бразилии. Такие результаты президентских выборов – самое что ни на есть положительные для нас. Наша партия социал-демократов Бразилии проиграла всего лишь с небольшим отрывом. Вы знаете, нам удалось в значительной степени повысить нашу популярность среди жителей Бразилии. Впервые партия социал-демократов Бразилии смогла завоевать доверие своих сторонников. Не стоит также забывать о том, что сейчас наступает не самый лучший период для правительства страны. Необходимо решить ряд важных проблем в экономике, которые возникли за последние четыре года во время правления Дилмы Руссов. Поэтому именно по этим причинам я предпочитаю оставаться по сторону оппозиционной партии еще на протяжении нескольких лет. Как вы думаете, с какими трудностями может столкнуться Бразилия в следующем году? Сейчас не самые простые времена. Экономика Бразилии переживает период рецессии. Экономика страдает от чрезмерно высокого уровня инфляции. На экономический рост нашей страны также негативно влияет отсутствие доверия стороны частных предпринимателей. Мы видим нехватку инвестиций. Дилма Руссов пообещала своему народу, что в ближайшие четыре года они увидят экономический рост, увеличится уровень доходности, условия проживания также станут лучше. Лично я считаю, что ей будет сложно реализовать все эти обещания. Скорее всего, что через один-два года она потеряет большую часть своей поддержки. В свою очередь у нашей партии социал-демократов Бразилии появится отличная возможность занять лидирующую позицию во время следующих президентских выборов. Я слышала о том, что вам хорошо известен ход мысли Дилма Руссов, не так ли? Да, это так. Я преподаю в университете, в котором она в свое время изучала экономику. Поэтому я имею некое представление о том, как она и ее сторонники думают, каким образом они управляют экономикой страны. Я могу вас заверить, что такая позиция не совсем подходит экономике Бразилии. Это не совсем соответствует долгосрочным перспективам этой страны. Как вы думаете, каким будет рост ВВП страны в следующем году? В этом году рост ВВП страны был в размере около 0%. Я не думаю, что мы увидим какое-то значительное улучшение в следующем году. Если правительство будет и дальше придерживаться той же политики, какую оно проводило на протяжении последних двух лет, то экономика Бразилии вновь столкнется с угрозой рецессии. Большое спасибо вам за ваши комментарии. Спасибо и вам. С вами была я, Лусяна Миранда. Вы смотрели прямое включение из Сан-Паула специально для Дуга Скопи-ТВ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok